Добро пожаловать в Казахстан! 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 В искусственном языке такое слово, оно не очень часто используется, я даже не знаю, где оно используется, но может оно арахаично, пометование. Внимательность сати – это пометование, это помнить, чему мы уделяем внимание. Быть внимательным – это помнить, что является нашим объектом. Какого объекта мы внимаем, какое объекта мы рассматриваем, какое объекта мы изучаем. Именно помнить об этом объекте – это очень важно, потому что часто по меру медитации отдаются мысли. Мы сидим, идентируем, вдох, выдох. Пока еще помним, пока первый и второй вдох помним, вдох, выдох, еще помним второй вдох, второй выдох. А потом мысли туда-дох занялись чем-то другим. Почему? В этот момент мы забыли. Это могут быть разные причины этому, может скучно стало, неинтересно, очень распространенной проблемой является скука в уровне медитации. Поскольку объект дыхания настолько утащенный, настолько однообразный, монотонный. Что вчера смотришь дыхание, что пять минут назад смотришь дыхание, что завтра будем его смотреть? Но одинаково, ничего не меняется, ничего не случится, если я помену или немножко поживу в будущем, а потом вернусь дыхание. Оно точно будет. Но в этот момент мы забыли, зачем мы кричили на этот ряду. Мы забыли, зачем мы сидим, потому что думать о будущем на прошлом намного легче, удобно лечь. Можно лечь, зачем сидеть, сидеть, болеть неудобно, можно лечь, можно чем-то другим заниматься и сидеть, думать о мечтах. В этот момент, когда мы сидим в медитативной позе, мы забыли, что нашим объектом лезть дыхание. Поэтому быть внимательным, то помнить всегда, на чем мы в данный момент обращаемся, на чем мы сосредоточены, на что мы обращаемся внимание. Есть еще одно другое слово. Оно, когда нигде не передадится, очень хорошо подходит. Подходит, что значит быть внимательным, что значит помнить о планете. Это слово усидчивость. Представьте себе, ну, это слово применяется, говорит усидчивым, либо неусидчивым. Представьте себе ребенка, маленький ребенок, 10 лет или сколько лет, пошел в школу, пошел за школу, делает уроки, и он неусидчивый. Надо бы улучшить какой-то скишок, надо что-то читать, и он неусидчивый. И что он будет делать? И там улучшить, учитаем, и тут же мысли. Гуляет, и он тоже гуляет. Он забыл. И он потом учит, 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 полчаса, час, ни что в голову не входит, потому что неусидчивый. На одну строчку хватило, усидчивость не прочитал, и тут же он забыл. То же самое, как в первой медитации. Когда мы развиваем на данном объекте, на дыхании, какие качества, какие матери, память, мы помним, зачем мы собраны. Мы собраны, для данного наблюдения, мы усидчивы. Наш ум прям летает спокойствие. Потому что именно неусидчивость, именно то, что наш ум прыгает. То в одной мысли, то в другой мысли, то в прошлом, то в будущем. И это всё хаотично. Мы даже не знаем, о чём мы подумаем в следующих мгновениях. Вы можете посмотреть, сидите, медитируете, вдохнуть, вдохнуть, вдохнуть. И мы не знаем, на что наш ум отличаться, что ему станет интереснее. Поэтому первое качество – это сати, внимательность, усидчивость. Мы хотим тренировать свой ум, потому что практика связана с тренировкой ума, с культивированием уменных, благоприятных качеств ума. Таких как внимательность, память, чем мы занимаемся, чему мы уделяем сейчас внимание, на чём фокусируем своё внимание и усидчивость. Это первое качество, оно такие синонимы имеет, как внимательность, усидчивость, собранность в памятовании. Второе качество, которое мы развиваем, наблюдая дыхание, на первых этапах уже, на первых трёх шагах, является осознанность. Мы хотим развивать внимательность и осознанность. Есть разница между внимательностью и осознанностью. Можно, например, быть внимательным и неосознанным. Можно или нет, как вы знаете? Можно быть внимательным и неосознанным. Можно к чему-то внимательным, смотрим, смотрим, но не понимаем. Нужно. Когда мы медитируем, очень много факторов нас отвлекали. И некоторые спрашивают, у меня смотри, когда мы сидим и медитируем, шевелиться, колено поди, поменять положение тела, или чешется, или так уже посидили, уставить, так посидим. Можно менять положение тела, не надо сидеть неподвижно? Конечно, можно. Поначалу это естественно, что тело будет уставать, и мы будем менять положение тела. И в тот момент, когда мы меняем, допустим, положение тела, мы выпускаем из виду свой ваги, дыхание, и смотрим за тем, что в данный момент мы делаем. Мы смотрим, почему мы хотим поменять положение тела. Какие чувства поводать, как мы меняем положение тела. Это называется взращивать осознанность. Мы объект оставили, так какое-то время, и в тот момент, когда мы меняем положение тела, мы осознанно делаем что-то. Или даже за часовой имя почесались. Ничего страшного нет. Мы хотим делать все это осознанно. Не так, что шевелимся, шевелимся, чешемся, и потом не знаем, что делали, зачем делали все автоматически. Все автоматически кто-то захотелось, и тут же поменяли. Ничего в этом плохого нету, что вы меняете положение тела. Но в каждом движении можно, в каждом движении можно отнестись как к практике, которая будет увеличивать нашу осознанность. И потом вы увидите, что даже за полчаса, даже за больших промежуток времени, вы будете, не будете сидеть как структура. Как неподвижно сели и непонятные. Умерли люди, на месте сидят. Вообще бездвижно. Будет двигаться, потому что тело будет болеть, колени будут болеть, спина будет болеть. Спина будет сутуриться, она будет выпрямляться. Это все естественно. Но при осознанной практике полчаса пойдет, и вы чуть ли не каждое движение сможете вспомнить. Потому что каждое движение, да, слеживали, как оно проходит его, как его выполняли. Тоже очень хорошо, когда мы говорим про осознанную практику. К примеру, закончилась медитация Анна Банаса. Мы посидели полчаса, а теперь медитация полного дня ходит. Это не конец практики, это не первый рыв практики. Мы просто меняем положение тела, начинаем выполнять какую-то другую. Умерли люди, я делюсь в нашем случае ходьбу, но в это же время тут же можем быть осознанно. А переменяется, а мы осознанно наблюдаем, что происходит. Когда поднимаемся, когда встаете, какие появляются ощущения, что мы ощущаем, когда мы идем. Все это можно делать медленно, нет надобности так, что сейчас посидели, потом автоматически встали, подумали, посмотрели, потом дошли туда, где свои доложки. Оп, а теперь начало новой практики. А первый рыв был между одной медитацией и другой. Когда мы практикуем Анна Банаса, и когда вообще мы просто что-то делаем. Это прекрасная возможность развивать осознанность. Мы все время наблюдаем за собой, знаем, что у нас происходит на физическом уровне. Потом, если кручим свой ум, он будет достаточно внимательным, достаточно согнанным, чтобы физический процесс наблюдать, мы можем наблюдаем на анно-процессы, какие эмоции появляются, как внутри жизнь горит, какие мысли приходят. Это два качества, которые по началу мы хотим развивать внимательно. Если мы выбрали какой-то объект, то мы помним, что этот объект является центром Вселенной для нас. Мы смотрим на этот объект, мы его изучаем, разглядываем, проверим, исследуем его. Все остальные отпускаем только один объект. Мы помним об этом объекте. Отпускаем весы, отпускаем чувства, отпускаем другие ощущения. Если какое-то ощущение появляется сильным, то очень сильно-сильно болит. Поначалу мы его можем отпускать, немножко надо заболевать, ничего страшного. Мы сидим, но потом горь усилий поется, растет, растет, и мы не можем так же сидеть. Мы тогда обсуждаем свой объект и осознанно делаем что-то другое. Не на это уже не тело. Все делаем осознанно. Именно осознанность является тем качеством, которое в медитации помогало прогрессировать. Именно когда мы осознанно будем потом смотреть на свой ум. Мы утром говорили, что ум – это основной объект. От ума зависит счастье или несчастье. От того, какое ее состояние внутри. Внешне одинаковое состояние, допустим, сейчас. Внешне для каждого из нас одинаковое состояние. Одну пищу тушали, на одинаковых мягких кроватях и мягких подушках. Внешне все одинаковое состояние. Но у каждого из вас состояние счастья и несчастья нас. Кто-то может быть очень спокойным, очень счастливым, но я всю жизнь мечтал в этом месте. Кто-то говорит, что мы уже на миллион, когда все закончится. Может быть диалектрально разное состояние. Потому что все зависит от ума. И теперь практика. Это очень, очень хороший способ практики. Редина и юная гитация, а практика заключается в том, что когда мы называем внимательность, мы называем осознанность в себе, потому что в нас происходит, то мы сами видим, что делает нас счастливы, что делает нас несчастливы. Мы сами видим, какое состояние в уме появляется, оно делает нас спокойно, какое состояние создаёт проблемы, трудности. Мы сами это видим, осознанно. И именно это характерная черта медитации, это практика, это метеорология. Многие говорят. На самом деле на этом реквите мы много говорим. Утром есть лекция. Пославие есть лекция. Утром практический час. Пославие для часа. Утром есть много. Утром еще есть какое-то чтение, чтобы два душа видно, что проснулись. На других реквитах есть только одна лекция или меньше. На других реквитах вообще нет лекций. Садитесь, медикируйте. И все сидят и медикируют все того вечера. На этом реквите много мы говорим. Но практика это не терророзия. Практика это не знание. Можно много знать. Можно все знать. Это не академия. Это не университет. В университете пошел выучился на какой-то профессии. Получил знания множество. И эти знания помогают в жизни. Это знания помогают в профессии. Помогают зарабатывать на жизнь. А в жизни. Сегодня мы читали. До утверждения. И я не знаю, как или не так. Но во многих случаях это все равно все. Что никто не учит, как быть счастливым. Как любить. Как любить. Можно быть ходящими с тропедией. А опытом. Тоже есть разница между знанием и опытом. Нужно все знать. Все знать как сделать. Когда сделать. И быть хорошим советником. И по другому все рассказать. И все вредно рассказать. Не ошибаюсь. Все правильно. Но о самом внутреннем состоянии это сделать. Буддистская практика это именно практика. И когда мы на своем опыте увидим. Когда мы на своей практике ощутим. Почувствуем. Прикоснуться. Тогда это надеет нас не хочет. Есть знания. Есть теория. Мы говорили, что. Все зависит от бумаги. Или кто с этим согласился. Сложно. Ну не хочет согласиться. Ну как это? У меня все зависит. Нет, вы меня не согласитесь. Не хочет согласиться. Мы не можем. Мы можем об этом поверить. Но все равно. Убили сердца. То мы будем чувствовать по-другому. И мы всегда будем чувствовать себя. Но в этом месте то я не могу разговаривать. Но в этом месте то я не могу находиться. И мы всегда будем думать. Не мой ум таком. А это место. Всегда будем искать. Чего-то два дня. Я жду. Я жду. Я уже на первых именах скажу. Я жду в Суану. Вчера уже добавил. Добавил завтра монастырь Суану. В Суатане. И так проходят эти сантиметные открыты. С первого по десятое числа. Число на английском языке. И очень многие участники приезжают в монастырь. И нужно приехать в монастырь. Очень примитивные в частных условиях. Ну можно тоже в первые клетки. Можно тоже в простые клетки. Раны приезжают раньше. Некоторые останавливаются после клетки. И мы с ними общаемся. Мужчина. Это не единственный случай. Мужчина. Уже близко шестьдесят век. Он вспоминал. Путешествует по всему миру. Более двадцати, восемнадцать лет. Более. Число на английском языке. Путешествует в Евгии. Так он на сказке. Попробуйте заслушать. Все интересные. Он был в южной экономике. В северной экономике. В Европе. В все страны. В Евгии. В Евгии. В Евгии. В Австрии. В Океане. И там многое. И он интересуется. Он практикует все время. Видите какие практики проверял. Приезжает сворок, спрашивает. А вы знаете какое-нибудь спокойное, чипное место для практики? Прикройте снова. Я приехал в Таиланд. Семь лет назад. Более шести лет назад. Я не знаю. Я приехал даже в одном монастоле. Я должен вас спросить, вы знаете какие-нибудь хорошие места? Он говорит, я хистерейчик, то нет, 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 то нет. Это естественно. Мы так думаем. Все это так чувствуют. Будем говорить, где можно найти спокойно хорошее место, в нашем спокойном, мирном, миролюбивном уме. И тогда не важно, где мы будем, всегда будет спокойное место, потому что оно будет создавать наше место. Но это очень сложно понять, это очень сложно. Буддийская практика не заключается в том, чтобы мы думали, чтобы мы делали, чтобы мы получали знания, читали мужества. Буддийская практика заключается в том, чтобы мы делали. И на своем опыте, своим сердцем, своим умом детей. И когда мы в одной ситуации осознанно будет присутствовать внимание, будет присутствовать осознанность. И когда мы увидим, в одной ситуации наше счастье или несчастье породилось из нашего ума, из нашего отношения. Были посиняны неумелые качества, принесли проблемы. Было умелое состояние ума спокойное, доброжелательное, умеющее отпускать к низу счастья. И когда мы один раз увидим это, второй раз увидим, третий раз увидим. Согласно, мы увидим таким способом. Но, правда, это не будет. Не нужно слов, не нужно дел, не нужно рассказов, не нужно множество книги читать. Просто мы это увидим. Это очень важно, чтобы мы все, что узнаем по практике о медитации, входили реально на своем собственном опыте. Мы специально говорим, я специально говорю, очень просто сказать, просто немного. Почему? Потому что знаний можно много получить. Мы можем очень много знаний получить. Мы можем много говорить, что есть в Пали, кому-то нам нравится. Кто-то говорит, ну дайте такие знания, чтобы носить степень. Чтобы я знала, как на Пали называется, как на санскрите называется. Какая разница между этим и этим, какая разница между этой школой буддийской, и другой буддийской медитацией, Это традиция другая. Традиция как в Таиланде. Практикуют как в Бене. Практикуют как в Бене. Расскажите все. А практиковать, то как там будем. Мы хорошо все это узнали. Это то же самое, как учиться, учиться готовить. Примерно. Вы хотите у них готовить. И там прочитали 10 книжек. Поможет это? Это поможет? А потом прочитали один рецепт. Классный рецепт. Я не знаю. Называется рецепт? Да. Как готовить? Полстранички. И вкусно. И полезно. И гости пришли. А тут прочитали одну книжку. Что-то непонятно. Давайте другую читать. Давайте третью читать. То же самое. Допустим. В нашей части. Многие были машины. Многие машины. Многие машины. Многие машины. Многие машины. Многие машины. Практика нужна. И в буддизме особого. Но когда мы говорим о медитации. Практика. Теория как фундамент важен. Важен фундамент. Но дальше это можно воплощать. Продолжение следует...